Очередное обновление Unreal Engine до версии 5.4. О, это как всегда потрясающие новые инструменты. А именно на нотиляции, анимационная система Motion Meshing. Улучшение в инструментах процедурной генерации контента стало еще красивее и быстрее. И наконец новый, долгожданный Motion Graphic Mode. Давайте обо всем поподробнее. В конце я конечно выскажу свое мнение по этому обновлению. На нит тесселяция это была вообще больная тема. Когда с выходом пятой версии движка они отказались от тесселяции. Инструмента, который долгое время использовался для увеличения детализации сетки. Взамен нам предложили Parallax. Это интересная технология, но разработчики приняли ее без особого энтузиазма. И вот спустя два года мы видим на нит тесселяцию. Нам показали как это работает прямо из Unreal, в реал тайме, на примере новой игры во вселенной Marvel. Это настоящий прорыв. На этом моменте это смотрится просто невероятно реалистично. Напомню, что это реал тайм рендер в прямом эфире. Для тех, кто не знает, что такое тесселяция, это генерация новых полигонов на сетке с помощью карты высот для увеличения детализации. Вот низкополигональная модель дороги без тесселяции и без смешивания материалов. Выглядит не очень. Каждый цветной треугольник это отдельный полигон на сетке. А вот сейчас наложили материал из карты высот и добавили тесселяции. И с помощью нанита создается необходимое максимальное количество дополнительных полигонов. И в итоге мы получаем из низкополигональной модели высокополигональную детализованную сетку. И это все работает динамически в реальном времени. То есть из лоу-поли модели в хай-поли. Здесь показали это на примере наращивания снега. Это тоже выглядит потрясающе. Все давно этого ждали. На нанитселяцию я обязательно буду использовать в своих проектах с визуализацией в синематиках. Следующая вкусность. Нам продемонстрировали улучшенные качества рендера объемных неоднородных симуляций. Показали это на примере эффекта объемного дыма. И это правда красиво выглядит. И взаимодействует со светом в реал тайме. Такие эффекты очень дорогие в смысле производительности. И их нужно использовать крайне осторожно. Но то что идет развитие в этом направлении, это очень круто. Снова они заострили внимание на Motion Animator. На своем инструменте лицевого Motion Capture, анонсированного в прошлых версиях. Не нововведение, но просто невозможно от этого глаз. Далее они рассказывают про такие улучшения, как объемный туман. Увеличение качества люмина. И увеличение его производительности. А вот дальше очень много рассказывали и показывали про инструменты для аниматоров. Новая система под названием Motion Machine. Motion Machine это своего рода замена привычной анимации. Они внедрили и протестировали эту систему в декабре в Fortnite. И она хорошо себя там проявила. Вдобавок к этому, они предоставили бесплатный проект, где показывается, как работает эта система. И там есть бесплатная библиотека из более 500 высококачественных анимаций. Для LEGO Fortnite еще раз внутри Unreal. Они создали скелет, скин. Создали все анимации. Проделали всю сопутствующую работу. И не использовали, не использовали никакого другого софта. Еще недавно это было невообразимо. Но сейчас это реальность. Добро пожаловать. Улучшили и упростили работу с Control Rig. Созданием скелета и со скинингом. Это тоже стоит потестить и использовать. Дальше они затронули не очень популярную, но важную тему. Это работа с аудио в инструменте Metis. Это вообще отдельная вселенная для саунд-дизайна. Это очень интересное улучшение. Они практически создали свой новый инструмент процедурной генерации контента, сокращенно PCG. И показали, как они применяли его для создания огромных локаций в Лего. Motion Graphic Mod, Fortnite и вишня, и клубника, и малина на торте. Это инструмент Motion Graphic Mod Motion. Дизайнеры всего мира очень долго ждали этого. Буквально грезили ночами. Когда же это случится? И появится. Плиз. И вот оно появилось. Вообще заниматься компьютерной графикой стало абсолютно интересно и просто. На меня всегда производило впечатление то, что есть в Motion Design. И я хотел это делать. И поэтому стал изучать Cinema 4D, создавать Motion. А потом так получилось, что в руки попал Unreal. А там уже быстрый рендер синематиков для игр. И я в нем с головой уже несколько лет. И вот представляете, какие у меня эмоции, когда я вижу, что в моем любимом самте появляется функционал, который упрощает создание обожаемой мной визуализации. Возможно, этот ролик я записываю только из-за этого, потому что хочу рассказать вам про это обновление. Я в ближайшее время разберусь, как оно все это работает и сделаю отдельный обзор. Cinema, Blender, Maya, пожалуйста, потеснитесь. Сейчас я не буду останавливаться на этом, чтобы не накликать порицание от любителей этих программ. А перейду к своим эмоциям и мнению по поводу очередного обновления Unreal Engine. Во-первых, хочу обратить внимание на то, с каким масштабом проходят мероприятия, организуемые Unreal Engine. И какие крутые нововведения они постоянно нам предлагают. Два года назад, релиз нулевой Unreal Engine 5, и там была невероятно крутая демка с матрицей Кианом Ривизом. Сейчас нам показывают игру с невероятной графикой во вселенной Марвел. Во-вторых, сильно радует, что нам показывают, как они используют новые инструменты в своих проектах. Что это не просто красивые слова и теоретические возможности, а это все работает в реальных проектах. Ну а в-третьих, если вы занимаетесь компьютерной графикой, в любом его проявлении вам это нравится, вы хотите развиваться, то вы должны изучать Unreal без вариантов. Чем бы вы ни занимались, каким угодно направлением, Unreal даст вам новые возможности. И это факт. И даже бессмысленно спорить об этом. Поэтому, если вы еще не в Unreal, то срочно начинайте изучать. Если вы не начали изучать или уже работаете на движке, то не прекращайте изучать его с разных сторон. Все его инструменты. Я понимаю, что это тяжело, долго. Но через какое-то время изучение наступит момент, когда вы почувствуете, насколько это крутой софт. Он стремительно развивается во всех направлениях. Туда вкладывают невероятно огромные деньги. И это все по-прежнему для вас бесплатно. И этим просто грех не пользоваться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем Unreal, Houdini и Cinema.